Добрейшего геройского времени суток на связи антиквар добро пожаловать в героев меча и магии 4 где мы продолжаем проходить оригинальные кампании в настоящее время проходим кампанию некрополиса или смерти кампанию голдота полумертвого представляю вашему вниманию четвертую часть прохождения стартовой миссии из этой кампании пожиратель детей если вы по каким-то причинам не видели начало этого прохождения можете перейти по ссылке в правом верхнем углу экрана в этом случае вы не пропустите ничего интересного я же с вашего позволения буду продолжать собственно говоря эта серия превращается для нас в такую как бы это сказать формальность неформальность нам нужно пойти и забрать город у синего игрока мы можем это сделать но нам нужно докачаться поэтому прежде чем мы отправимся в город давайте мы что сделаем давайте мы докачаемся у нас сейчас восьмой уровень голдота надо кстати показать его прокачку максимальный уровень при прохождении этой миссии 12 так что есть нам чем заняться дракончика давайте мы заберем план у меня сформирован прежде всего я забегу в родной город там ну или хотя в родной город забегать может быть и нет необходимости в принципе мы здесь все посетили гаситель магии построить ну можно кстати говоря мало ли пригодится мне нужно артефакты забрать у аркин вас а помните да он тут выдержала саду как он выражал циклопа выдержали и в общем интересует шлем власти очень хорош ну и клевер тоже не будет на самом деле лишним все остальное ну так себе да есть и есть можно кстати говоря подкупить наверное парочку нектаров бессмертия и посмотреть можем ли мы через караван сарай пригласить в наш город вампиров да один вампир в доступе соответственно завтра он прибудет и то что нужно было сделать с самого начала этого прохождения нам нужно нанять лорда порядка для того чтобы он повышал прирост существ в этом городе ну какие денежки приносил в общем давайте мы фафнера возьмем да это нужно было сделать давным давно но в общем будем действовать по формуле лучше поздно чем никогда в общем она себя неплохо зарекомендовала вообще в жизни в любых сферах деятельности если вы понимаете о чем я так вот мы и прибыли теперь берем вот этого гражданина берем вампира нужен ли нам кто-то здесь еще ну наверное нет циклопа нужны мне с собой я думаю что нет в общем давайте передадим артефакты которые нас интересуют вампиры соответственно тоже отправим по назначению так на кого я купил нектары бессмертия на вампа ну ничего страшного главное вовремя вспомнить так шапочку сюда клевер сюда это у нас всевидящий кристалл же до больше обзора кинжал скорби титана ну давайте тоже наверно отдадим нашему герою мало ли из серии вдруг да пригодится хотя есть определенные сомнения на этот счет в рукопашку то он у нас практически не сражается а вот шлем зайдет замечательно убираем гарпий что нам сразу же улучшит показатели боевого духа да они минус 3 но был то минус 5 соответственно так поприятнее ну что и мы должны сейчас будем воевать в башне встанем как-нибудь вот так наверное очень бы не хотелось чтобы маги начали кидаться в нас своими кулаками магическими но поглядим как это будет вы хотите войти в эту башню слоновой кости но маги которые желтую учатся здесь грубо вам отказывают в грубой форме отказали нам есть что-то подозрительное в их непочтительных манерах может быть они здесь что-то прячут если бы если вы хотите выяснить это вам придется силы ворваться внутрь станете открывать а то что же мы сюда пришли то чтобы грубо ворваться внутрь в ответ на и грубый отказ ну что стратежные дракончики пошли творить грязь так от обойчу сделать кстати говоря я даже не знаю чем сделать надо ли им что-то вообще делать лепрекону призвать потравили нашего героя что не очень хорошо но на самом-то деле это не очень страшно поскольку на нем эликсир бессмертия так что все пройдет хорошо так ну и драконами давайте теперь за выйдем ся ну и по той же схеме да все нормально у нас будет в этой боевочки никаких проблем героев свалится разочек как говорится кто ни разу не падал тут ни разу и не поднимался вот так хорошо можно кстати им еще один эликсир принять сразу же дам ну чтобы он на нас уже был чтобы я не запамятовал это сделать давайте нектар бессмертия ну и все закончились маги в башне никаких потерь никаких проблем 1634 опыта мы получаем и можем продвинуть некромантию можем взять эксперта демонологии навык повышает эффективность заклинание магии смерти на 60 процентов я полагаю что вот это мне нравится больше изучение этого навыка эксперта магии природы откроет доступ к заклинанию призыва ледяных элементарий ну к сожалению дам для нас это пока недоступно нужен мне от свиток портала в город вот я чё думаю который есть у нашего героя саппорта я даже и не знаю и вот из этого что-то нужно мне свиток лечения а свитки как работают герой может направить заклинание лечения за половину необходимых очков магии это в любом случае мы можем да это здесь и не сделать воздаяние то есть не нужно нам владеть для этого магией жизни если нет то прикольная опция так ну ладненько хорошо теперь тебя возвращаем и циклопов надо прислать герою думаю так какие-то деньги у нас даже появились давайте мы еще элементаля наймем и давайте мы фокус переместим на ульи мало ли синий выбежит нам нужно будет как-то обороняться но чтобы у нас какие-то опции были на этот счет по нанимаем улей если будет не очень сильный отряд то мы же даже справимся зачем нам вот скелетик который здесь стоит такой у меня вопрос по сути не нужен совершенно абсолютно точно да давайте мы его распустим вы когда-нибудь распускали скелета я вот только что это сделал 19 циклопов сколько у них выстрелов у них выстрелов же маловато до семерка все 7 выстрелов немного да бахают они как не в себя но но выстрелов-то немного можно еще постоять подождать у моря погода но с другой стороны а чё стоит ждать наверное нечего надо ехать мы даже не понимаем какая там армия по силе поэтому берем вампира берем циклопов здесь залетаем вот сюда что ли почему бы и нет плюс один вампир уже 13 да не очень много но то же время минус 4 мораль к плюс одна удача можно вот сюда заехать удачу побольше сделать но наверное нет наверное мы не будем банально тратить на это время здесь мы были правильно же посещено конечно посещено давайте возьмем фафнера и его отправим в тысячу опыта можно кстати было и второго нашу от этого паренька туда отправить ну ладно собственно дело такое можно отправить можно не отправить вот такая вот у нас армия поглядим на что мы способны поглядим вообще сколько здесь у врага войск ну наверное с этим мы должны справляться полагаю так теперь по расстановке расстановку а да у нас выставлена правильная отлично фафнер доезжает учиться плюс тысячи опыта продвинутое благородство изумительно прям то что нужно учит фафнер ну наймем тех ребят пусть будут да стрелки какие-никакие ну хотя как какие-никакие нормальные правда четыре выстрела удручают ну тут уж что поделаешь ну и можно приступать давайте еще раз посмотрим дюжины гарпии в общем группа вот этих ребят именно войска все родные обратите внимание нет никого от мага ну и ладно нету и нету нам то чего кого провезли того провезли 17 огров 4 мишки 33 птички в общем это не должно быть сложно я вот к чему не забили молниями здесь кинуть что ли наверное зачем мы их взяли если не кидать минус кочевники ну и погнали ломать стену ты до куда дойдешь до нас не дойдешь по идее ты ударишь огар может ударить этот паренек может прибежать можем ли мы тут потанковать я вот не уверен давайте попробуем потанковать здесь вот так сделаем ну и все да что могут наши дракончики а не можем дамы кинуть только сюда ну это как то маловато совсем урона практически нет считаете здесь я хотел проклятьем запулить в мишек а то у них уж больно высока верхняя планка урона у них разброс 55 80 кто не знает а никто вообще не хочет к нам идти серьезно так мы тогда наверное ворот ломать не будем а чё нам их ломать ну и все все дальше мы непобедимы непобедимы проверяйте так ну можно тогда наверное кинуть так так о ее их какая боль надо было все-таки надо было все-таки накинуть на огоров штуку замешательства ну по идее да он будет отъедаться об них да и все здесь давайте проклянем еще и гарпий ну да сейчас огур конь а огур даже нас бить не стал ну ясно короче говоря ясно а можем огненным шаром покидаться как-нибудь вот так на классно смотрите какие зверюги у нас да с собой ну в общем чё тут скажешь не сложная осада маловато войск нет героя ничего себе какой хитрован вообще что ли обалдел а мы так на тебя он накинул не не на тебя на другого угу ну и все теперь просто быстренько с огурами справляемся непонятно зачем он слез признаться с этой штуки ну ладно ты слез мы залезем город кисан мы захватили мы по моему даже здесь да они все еще получили с него три защиты отстроен он полностью циклопов к сожалению нет ну что мы в общем никуда не торопимся наверное сбегаем заберем шахты давайте просто зачем давать оппоненту дополнительное золото думаю что оно ему вот ни к чему от слова совсем так здесь ты сюда ты давай езжай качайся здесь наймем всех кто есть мощный гарнизон считайте и вамп наверняка он там уже приплодился и готов влиться в наши дружные ряды именно так поедем обратно все равно через вот эти мостки ну и пару вампов с собой я думаю зацепим так здесь денежки взяли обзор дополнительные получили поехали обратно вообще что то мне подсказывает что у синего может быть довольно приличное количество войск давайте ка мы посмотрим на это дело в гильдию воров забежим ну нет пишет что у нас больше ну и прекрасно тогда и переживать не за что здесь как то так ну серьезную то атаку мы не отобьем прямо скажем ну какую нибудь такую легкий кавалерийский наскок не слишком подготовленного неприятеля вполне себе можно пытаться его тут подловить да выскочить как выпрыгнуть как выскочить но что то мне подсказывает что враг будет к этому готов так что у нас по прокачке 9 уровень 9 нужен 12 внимание вопрос где нам взять еще уровней ладно ну можем до синего добежать да у него там кто-нибудь будет здесь посвятили посвятили посетили в смысле это чудное место зомби куда-нибудь надо утилизовать куда б вас утилизовать но он идите шахту охранять что ли вот сюда например а то в замке места нет только мешаетесь сидите обзор давайте чувствую сейчас начну на youtube ролики выкладывать и мне не при минут напомнить что антиквар почему ты не сажаешь в шахты юнитов это бы увеличило тебя обзор даже не сомневаюсь что про это напишут так хорошо что у нас есть ну что берем с собой наверное одноглазых парней думаю что да вампира если там он приплодился можно призвать сразу же в город природы все равно мы мимо него будем ехать кстати говоря придумать что еще делать где еще какие-то пробивки осуществлять довольно сложно очень жалко что здесь вот все отстроено 5 уровней магии но фактически для меня они бесполезны просто бесполезны ну хотя вот нужен мне вот этот уровень природы да наверное нет удар змеи разве что ну по большому счету эх вот почему я первым забираю не замок магов не академию там то есть оккультативные занятия магии смерти то есть то что нам доктор прописал так то мы эксперты в этом деле хотя прочитать и стенать можно много на любую тему но вряд ли что-то от этого изменится так и вот тут бы кстати тоже неплохо бы нанять а тут его нет да нет такой возможности ну ладно уже не будем тоже лорда сюда посадить чтобы прирост был но не будем да так хорошо я хотел вот что сделать на самом то деле да еще плюс вампир тут еще плюс дракон какой то стек у нас даже волшебных драконов есть поглядим как нам будет противодействовать синий в любом случае нужно помнить о том что он то будет у себя в городе сидеть горе не знать а мы то будем его штурмовать хотя штурм в четверке это прямо скажем не всегда минус да зачастую при помощи всяких не самых честных приемов наоборот штурм становится для тебя твоим сильным местом вспоминается мне как мы выносили армию ну кто ж там был там как мы выносили армию в компании за академию в первой миссии какая-то там нереальная была ну с помощью иллюзий джинов вот это вот всего кто не видел очень рекомендую найти начало прохождения компании за Эмилию и Найтхевен это было занятно так а вампир приедет завтра правильно да ну вампира мы возьмем и мы идем ломать вот это вот чудесное место стоп а вампир а где мой вампир стоять в смысле нету не доехал до нас а мы его вообще вызвали вызвали только будет он завтра ну по идее весь тот урон который может мы можем нанести лишним то для нас не будет да эльфа пойти пока победить не только эльфы смотрите-ка серьезно ребят подготовились так а если мы шарик огненный троих можно да ну давай а что такие агрессивные прям смотрите на вампиры когда сразу бочку катить вообще что ли не в себе вампир не любит подобного обращения ну чуть он потанковал постоял даже кровь низкого пить не пришлось экспертный оккультизм или продвинутая некромантия ну оккультизм конечно же мы берем 10 уровень получаем и это неплохо ну что пойти сюда тоже для опыта немножко их так сказать победить можно магию пополнить вампир как раз подъедет да что-то мне хочется чтобы у меня их было именно 15 не знаю странное желание ага и синий там забрал шахту можно кстати разведку отправить посмотреть а не мы и так видим дюжины десятки свора дюжины свора можем попытаться пообороняться здесь не знаю насколько это принесет нам успех но мы же можем попытаться правильно шиву наймем шива по любому затащит шива не может не затащить в общем как то так может еще сейчас и осада будет там циклопов нет там осада будет поинтереснее в любом случае здесь давайте еще один бой проведем максимально не сложный конечно же но в любом случае провести его будет не лишним так а как мы били то по троим ну ладно давай сюда здесь нам придется кровь пить да кровопийца отметится ну иначе иначе мы вампиры потеряем а вампиры терять как вы понимаете не хочется ну и из эльфа мы вытянем все жизненные соки нам этого вполне себе хватит для восстановления замечательно ну что может еще и дракончик приплодился нет дракона пока нету ну мы и берем тогда только вампо правильно думаю что да встречаемся у пирамиды место встречи изменить нельзя насчет а стоп у пирамиды у пирамиды то мы встречаемся только нам вот эти ребята нужны мне ж пески ой что то я запамятовал совсем ладно запамятовал и запамятовал с кем не бывает так ты сюда выливайся в дружный коллектив нужны ли нам все с собой ммм ммм драконов не брать ну просто тогда у нас будет 4 отряда элементали че там ну драконов вообще слушайте неплохой такой стэк да циклопы нужны так будет 3 элементали воды меньше будет песков соответственно называется дайте-ка поразмыслить циклопов я не брать не могу это собственно тот самый дамаг который мне нужен ну наверное слушайте наверное все таки вот так мы сделаем до 6 драконов 6 драконов оставим какие-никакие они даже в ближнем бою но все-таки это существа четвертого уровня и они могут раздать там по щам и этим самым зомбиком точнее мумием которые нас тут будут ждать 15 вампиров ну как то так и идем надо записаться а то вы сами помните да какие у нас тут были мучения с этой пирамидой сотни 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 это хорошо сотня значит да так сколько у тебя 40 маны ну наверное неплохо слушайте а вот тут надо напрямую конечно стрелу их вытаскивать здесь ослабляющий луч погнали кастить на всех на все и все останавливать мы их будем там где у циклопа будет прямая стрела это где-нибудь вот здесь я полагаю уже случится радостное событие так самый умный интересно ему череп не жмет как вы считаете ой как вы хорошо встали какие же вы молодцы прям просто красавцы не убавить не прибавить на это тебе это тебе шуты дурью не маялся да и не тешил себя иллюзией что ты тут куда сможешь пройти и смысле нет нет прямой стрелы ну ладно так тоже ничего но отсюда даст прямой стрелы прилетела а мы так продолжаем спам песочка строительное управление мозгур чего-нибудь там ну давай наверное так здесь продолжаем защиту снимать тобой вообще пропустим ну и вот с прямой стрелы вот хорошо 34 паренька отъехала замечательно ну и вампиры можно куда-нибудь вот сюда ворваться и отлететь так и последний у нас неохваченный паренек вот этот у которого почему-то меньше всего здоровья осталось к этому моменту не знаю уж как так вышло но нам то чё меньше и меньше меньше и хорошо о тут уже могут вампы включиться да здесь можно и колдунство применить какой-нибудь вот такой минус 3 всего это не серьезно если честно давай-ка мы лучше еще попесочим дорожку о ну и что начинаем расстреливать думаю да да так вампир здесь в безопасности насколько я понимаю три выстрела осталось давай вот сюда а здесь молния пошла бахать прицельно на десяточку ну да в этот раз конечно мы получше разбираемся со всей этой братьей поспокойнее по увереннее да вообще можно сказать не заметили ну и все прости прощай наш друг монами и мы получаем 15 с половиной тысяч золота оглушающую стрелу хладный жезл так оглушая стрела при атаке с расстояния у героя есть шанс оглушить противника в зависимости от нанесенного урона и его силы так это у нас видимо ледяная стрела до метательная дубинка ну тоже оглушить противника шкатулка с самоцветами есть честно билиберда редкая да ну то есть как-то мне представлялось признаться что здесь более богатый должен был быть ассортимент так все вас мы отцепляем вы свое дело сделали можете с крайне невысокой скоростью идти в замок а мне бы на самом то деле надо наверное вот того синего прижучить ну еще боевочку проведем да гарантированно докачаемся думаю что так хотя может он нападет да психонет сейчас нападет и и сольется об город ну я не уверен что там можно слиться а он вообще не идет к нам слушайте так может мне не заниматься ерундой а пойти чем тогда еще заниматься да с другой стороны в общем пойти вот здесь к синему разведать у него территорию может там какие-нибудь повышалочки есть вкусные может что-то такое неохваченное нами здесь вот еще плюс дракончик тоже можно забежать забрать по случаю ну да думаю что так здесь ничего интересного у нас нету нас не ждет поэтому да двинем ну как я уже сказал в подземке я просто не понимаю какие там нужны силы чтобы развалить вот этих костяных драконов или это предполагалось что будет происходить на ком-то более позднем тайминге или не знаю не знаю как это должно выглядеть эта пробивка ну как всегда есть специалисты которые подскажут поправят если вы понимаете о чем я тигрики белые копятся ну а мы продолжаем идти так деньги у нас есть здесь копим войска как можем ну и пойдемте поищем того синего который бегал так тут ничего интересного пойти вот так вокруг города обойти посмотреть это наги по моему да здесь могут быть наняты две наги а вот этот отряд боевый маг 9 уровня ну вот зачем ему вот эти ребят не родные ну видимо нужны так ну и мимо нас он успеет проскочить я не уверен что ему хватит скорости и тут еще такой отряд есть еще в городе кто-нибудь сидит не в городе один астралт сидит Петрович в городе на хозяйстве оставили Петрович на хозяйстве это же прекрасно так туда залез ага ага то есть все армию объединил ну то есть пробивочка может получиться очень даже ничего себе да но сначала мы можем вот это вот все разогнать подкачаться посмотреть это нам не нужно ну и можно здесь побегать посмотреть опять же слушайте соточка берсеркеров так то которые конечно особенно это угрозы не представляют по понятным причинам да неплохо так разбираем уверенно и мастер магии смерти обратите внимание что природы нет вот это любопытно слушайте вот объясните мне как это работает у нас взято два основных навыка да вот этих вот базовых от которых там основополагающих от которых отходят вот эти ветки у нас есть природа но нам упорно не дают природы и вместо нее нам каждый раз дают ратное дело ну то есть нам не двусмысленно намекают дебил бери ратное дело иначе все ханать тебе так что ли ну как то это очень странно так ладно у нас одиннадцатый уровень здесь еще есть ребятушки которые хотят что к нам сказать мы как бы не очень хотим их слушать но тут уж дело такое угу повышение морали но нам кстати говоря не помешает ну и нам надо наверное плюс один ну да как бы не помешает но как бы вроде и не очень это все серьезно надо посмотреть что тут выше а тут и нет больше ничего да наги уже в городе ну и мы можем нападать угу ну смотрим хорошо титанов нету да слушайте титаны это было бы свора вот этих парней фактически а и десятки вот этих то есть два стрелка боевой маг девятого уровня у нас 15 вампусиков выглядит как изи каточка но как часто это так смотрелось для меня в четверке а потом оказывалось что я туда приходил и мне давали по щам слушайте 247 мужиков ничего себе изи каточка 28 наг вообще ни разу не изи каточка зря они мораль себе конечно попортили но ратное дело обращаю ваше внимание у урнаки есть так ну боевой маг да понятно что и и и и и кидать не кидать но я думаю не кидать слушайте это просто трата выстрелов циклопами да а здесь подойти куда-нибудь вот сюда к стене чтобы вот эти ребята согрелись и мы начали их через стену разбирать так сколько у тебя защиты от магии 39 процентов сто восемьдесят сто восемьдесят здоровье а молния у нас сколько бахнет 65 ну есть три молния нашу прошло ну 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 или так да а вот тут молнию постараться зафинделить нормально кста и мы ее добьем правильно да вот на это пожалуй выстрел но опять же на это выстрел выстрелов то немного ну ладно давай мы сделаем так может быть имело смысл ледяной жезл поставить я не знаю об отразили так минус герой хорошо ну и вот этих ребят под контролем мы можем держать довольно таки долго теперь нам нужно проклятие кинуть вот сюда там них 1418 насколько я помню было ну и мы залетаем да как говорится не хотите идти к нам мы придем к вам так ослабляющий луч в нагу на сколько больно вот эти ребята по нам жахнут можем вылететь а здесь скажем привесить на на к яд да там будет очень мало от этого яда но как бы сколько будет да здесь ребят держим в узде вот-вот так цена действия потому что меня укры кинули до удорожания кастов то есть у нас вообще один каст есть только у этого дракона ну да видите на нем заклинание увеличивать стоимость творения магии так ну тогда мы тебя отсюда уберем в принципе здесь замешательство ну и погнали разбирать на к сколько мы будем выбивать у них покажите мне урон то хорошо слушайте об а да в смысле у меня не было где воскресительный эликсир ну где просто просто вот где он в общем как всегда ладом отдела разберем просто надо было да но если бы я так не сделал это был бы не я подождите это в бою что ли уже с меня меня один раз убивали а я провтыкал кстати может быть вот тогда имеет смысл сделать я бы сказал здесь как-нибудь вот так это реально да я в бою провтыкал что с меня слетели что с меня слетели чары а любопытно кстати говоря на раз будет я вышел зря да надо было их просто добить не герой там и бы не был нужен там же храм сразу воскрешает убитого героя ну ладно давно не было четверки в голове все это не так чтобы держится постоянно ладно погнали ну лишний раз потренируем механики здесь чем идея чем мы делали там хорошего ослабляли вот это вот все кстати можно скорость на вампов кинуть инициативу лечение у нас есть есть жезл да вот такой который бахает кстати говоря почему бы и нет давайте мы вот так сделаем на тебе яд я накидал да все я вспомнил что здесь делал да ну как бы там такой яд на самом деле шеево что накидывает что не накидывает особенно толку то от него нет здесь летим сразу вот сюда в угол чтобы залезть внутрь так ты так уже под замешательством но чешли не в себе зачем ты это сделал странный какой-то посмотреть на нее просто вот зачем я это было нужно а у нас нет ли случаем какого-нибудь отмена чар все благотворные чары на к сожалению не то да что нам нужно ну мы можем как бы кинуть вот так конечно же а и все ага все то есть мы законтрили это дело давайте мы ее добьем чтобы она больше не творила свои беззакония ну и вырываемся вырываемся здесь теперь делают держим их под замешательством все так же здесь накидываем яд на нак чтобы они вышли ну и чудненько можно кстати феек призвать чтобы они просто здесь подблочили проход на Давайте кентавров начнем разбирать Тобой что сделать Можно, кстати, ослабляющий луч в големов Они, ребята, толстые, мерзкие в этом смысле Поэтому Полагаю, это лишним-то не будет Ну, тут еще молнию И, в общем, этот дракон свое предназначение выполнил Ага Здесь продолжаем разбирать Вас Здесь, наверное, ослабляющий луч в наг Да, ну нет Ох, я думал, сейчас как вгасит Не, нормально Оказалось, что и не страшно Просто было такое ощущение, что очень страшно Оказалось, что вообще не страшно Так, ну тобой давай отлетим Ну и здесь что? Да, должны мы его бить Здесь можно в него, наверное, и выстрелить Почему бы и нет И здесь как-нибудь его доломать Да, боимся мы здесь еще кого-то нет Все, спокойно должны уже здесь Доработать Ну, наг там, считайте, практически уже Не, ну, наг еще 9 штук Ладно, не то, чтобы практически не осталось Все-таки давайте будем Честны и откровенны С самими собой Так, два выстрела Здесь минус огры Ну, можно гному на самом деле Попинать в ближнем бою В общем, в итоге Осада Если у тебя есть инструменты Для успешного взятия города Какой-нибудь контроль Превращается в довольно-таки легкую прогулку То есть вроде как бы и неприятная, да Гипотетические истории Но на практике На практике ничего страшного От слова совсем Так, здесь Пополняем наши жизни Надо ворота бы разломать Здесь можно пострелять Почему бы и нет Здесь продолжаем контролить Ребятушек Ну, в общем Все то же самое Выстрелы кончились Ну, если циклопу дать Больше выстрелов То, пожалуй, это было бы Совсем же Да Нечестно То есть и так машина для убийств Так Ну, тут мы, наверное, имеем право Да, драконам же повоевать По идее, да Но Ребята жесткие Когда стоят на башне Когда стоят на башне Любые ребята жесткие На Победа Получается победа наша Остается с лорной Составляющей ознакомить 4390 опыта То есть мы докачиваемся Смотрим, что нам предлагают Опять нам не предлагают природу Тут ведь проблема в чем Проблема в том, что Вот мне дали заклинание бесы Да, вот призыв бесов Потому что у меня есть И магия смерти И магии природы То есть при повышении Магии природы Мы получим заклинания Церберы Ледяные демоны Ядовитые твари И архидьяволы То есть Если я правильно понимаю Работает все Это именно Так С другой стороны Ветку Магии смерти Мы докачаем В общем, рано или поздно Вот И дальше-то природу Нам уже будут давать Да, поскольку она у нас есть Ну ладно В общем, от меня Все равно ничего не зависит Я выбираю из тех навыков Которые нам даются Поэтому Тут, конечно, можно Порассуждать Потеоретизировать Что было бы лучше Получить Но, в общем Что есть То есть Ну вот Да, смотрите Нам же пишут Достижение ранга Мастера Демонологии И мастера Магии Природы Откроет доступ К заклинанию Призыв Ядовитых тварей Соответственно Грандмастер Демонологии Магии Природы Должен открывать Доступ К призыву Дьяволов Берем Демонологию Голдот Полумертвый Не может Получить Больше опыта В этом сценарии Ну Понятно Вы захватили Город Витрос Магия Нам Не перейдет же Наверное Которая в городе Витросе Это была Наверняка Там была построена Магия смерти Ладно Читаем Дым Поднимающийся Над пепелищем Оставшимся От Витроса Угрожает Скрыть от моего Узора Костер Разложенный На центральной Площади Я устроил Его на том же Месте Где эти люди Пытались Поджарить Меня Несколько Месяцев Назад На этот раз Правда К столбу Привязан Комендант Витроса Как твое Имя Спросил я Повышая голос Чтобы перекрыть Стоны И вопли Умирающих Я схватил Офицера За волосы Своей мертвой Рукой И дернул Так Что он Скрикнул Что плохого В том Чтобы назвать Своё имя Сказал я Сэр Мордор Витросский Ответил Офицер Королева Эмилия Направит Войско Великого Аркана Против Твоего Сброда Я буду Отомщен Не думаю В настоящий Момент Один из Твоих Подчиненных На пути В Великий Аркан С докладом О том Как шайка Варваров Атаковала Витрос Конечно Свидетелей Могущих Опровергнуть Уже зачистили Предместе До последнего Крестьянина И лесоруба Сэр Мордор Покачал головой Отказываясь Верить Это правда Сэр Мордор Просто удивительно На что Только не идут Люди Когда предлагаешь Им Бессмертие Когда этот Покладистый Офицер Вернется Из Великого Аркана Один из Моих Вампиров Превратит Его в нежить И так Как видишь У королевы Эмилии Не будет Причин Подозревать Меня В причастности К этой Ужасной Трагедии А что Ты Собираешься Сделать Со мной Спросил Мордор Упавшим Голосом А сам То Как думаешь Мордор Оглянулся Вокруг Единственное Что еще Не было Охвачено Огнем Это Хворост У его Ног Моя Собственная Живая Плоть Изнывала От Нестерпимого Жара От Меня Потребовалась Вся Моя Воля Чтобы Не Развернуться И Не Бежать Из Этого Ада Ты Собираешься Меня Сжечь Да Ты Помнишь Меня Сэр Мордор Спросил Я Конечно Тогда Я Хочу Чтобы Ты Знал Я Был Невиновен На Мне Не Было Ничьих Жизней Кроме Тех Цыплят Великий Аркан Еще Очень Молодая Держава Снискал Уважение Благодаря Своим Справедливым Законам Так Ответь Мне Где Была Справедливость В Моем Деле Сэр Мордор Закрыл Глаза Молясь Я Хлопнул Его По Щеке Чтобы Вновь Привлечь Внимание К Себе Я Собираюсь Жечь Тебя Мордор До Самых Костей Сказал Я Но Этим Дело Еще Не Кончится Потом Я Использую Эти Кости Чтобы Захватить Твою Душу Мне Нужен Военный Командир Которому Я Мог Бы Доверять Я Кивнул Одному Из Своих Солдат Скелетов Тот Поднес Факел К Хворосту Ног Сэра Мордора И Отступил Когда Занялось Пламя Мы С тобой Скоро Увидимся Пообещал Я И Пошел Прочь Когда Вопли Мордора Слились С криками Остальных Ну Жоже Как то так Друзья Мои Сейчас Мы На кнопочку Нажмем Да Запустят Ритуал Окончания Миссии Поэтому Я Полагаю Что Можно Подвести Краткие Итоги Миссия Была Довольно Сложная Но Не Было В ней Чего Такого Чтобы Заставило Начать Ее Сначала Понятно Что Тут Были Загрузки Но Они По большей Части Связаны Все Так Были С тем Что Новые Для Меня Механики Игры За Некромантов Новые Заклинания Ну И В Время От Времени Нужно Некоторое Время Чтобы Вспомнить Что К чему И Войти В Курс Дела Но Надеюсь Что В данном Случае Поскольку Мы Не Выбирали Ратного Дела И Галдот У нас Вполне Себе Уязвим А Следующие Миссии Будут Так же Интересными Да Не Станут Для нас Легкой Прогулкой Зачем Позвольте Откланяться Это Был Антиквар Жду От вас Обратную Связь Делитесь Эмоциями И Впечатлениями Огромное Спасибо Всем Тем Людям Которые Поддерживают Мои Стримы И Мои Летсплеи Всем Удачи И До Встреч Пока